Государство в последние годы приняло ряд очень важных решений по поддержке семьи и молодежи. Это и материнский капитал, и программы на федеральном, краевом и муниципальном уровнях. Молодой семье доступное жилье. Привлекательное решение заиска в сельских усадьбах, которое позволяет молодежи в пригороде создать рабочие места и построить жилье на льготных условиях. Молодожены или уже кто имеет детей, должны все-таки находить время, отвлекаясь от работы для того, чтобы подать документы, вступить в программы, не попасть где-то на какие-то банки, которые являются мошенниками, и получить какую-то субсидию, какие-то льготы. Участники круглого стола ответили на все вопросы по приобретению жилья, которые сейчас волнуют анапские молодые семьи, и разобрались в том, что еще необходимо сделать, чтобы молодые люди имели возможность построить крепкую семью. Молодежь заинтересовалась программами поддержки молодых семей существующими льготами. Закон говорит у нас, жилищный кодекс о том, ну и другие подзаконные акты, о том, что на сегодняшний день только мерами социальной поддержки по обеспечению жильем у нас, к сожалению, только пользуются те участники боевых действий, члены семей, инвалиды боевых действий, только те, кто встал на учет до 1 января 2005 года. В итоге обсуждение темы круглого стола председатель совета Леонид Кочетов и другие участники пришли к выводу. Нужно изучить опыт других городов и поддерживать молодые семьи, ведь это забота о будущем нации. Наличие собственного добротного жилья – залог крепости семейных уз. Когда о крыше над головой думать не надо и дом не проблема, молодые люди охотные и увлеченные участвуют в социально-экономической жизни города и региона. Алина Гумерова, Алексей Мухортов, Анапа, Регион.